Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Петербурге в семье аристократов. Совместная жизнь родителей Блока не сложилась. Его мать Александра Андреевна Бекетова ушла от мужа незадолго до рождения ребенка. Мальчик общался с отцом в основном по переписке. Как позже напишет сам Блок, семья моей матери причастна к литературе и науке. Маленького Сашу окружали замечательные и талантливые люди, а в роду Бекетовых были и землепроходцы, и актеры, и журналисты, и писатели. Его бабушка Елизавета Григорьевна – переводчик с нескольких языков. Она встречалась с Гоголем, Толстым, Достоевским и другими литераторами. Можно сказать, что у маленького Блока была благодатная почва для развития своего поэтического таланта. Своё первое стихотворение он написал в пять лет. На сегодняшнем уроке мы ознакомимся с основными этапами творчества писателя и подробнее остановимся на особенностях его ранней лирики. Блок искренне считает, что лиризм – неотъемлемая часть поэзии. В 1907 году он пишет статью о лирике, в которой говорит «так я хочу». Если лирик потеряет этот лозунг или заменит его любым другим, он перестанет быть лириком. Для него все преимущество и проклятие современной лирики состоит в том, что каждый волен вкладывать свой смысл в написанное. Первая книга стихов Блока состоит из сборников «До света», «Распутье», стихи о прекрасной даме. Это символические произведения, полное чувство тревоги, тоски, ожидания и недосказанности. Но они красивы и музыкальны. Поговорим подробнее о последнем сборнике. Стихи о прекрасной даме – это 687 стихотворений, посвященных в большинстве своем его супруге Любови Дмитриевне Менделеевой. Но не только страстная всепоглощающая любовь сподвигла поэта на написание этого сборника. На рубеже веков Блок увлекается философией Владимира Соловьева, который провозглашает культ божественной Софии. По мысли философа, это женственная по своей природе духовная субстанция, которая соединяет в себе телесное и моральное. Благодаря ей в индивидуальном проявляется общее. Любя одну женщину, любишь весь мир, пишет Соловьев. Блок обыжествляет земную женщину. Не призывай, и без призыва приду во храм. Склонюсь главою молчаливо к твоим ногам. Облик лирической героини в стихах о прекрасной даме, многоплановой и многогранной. Это и земная реальная женщина, и абстрактные понятия, такие как «заря» или «лада», наделенные женственной энергетикой. Сюжетная линия всего сборника строится на постоянном ожидании встречи, боязнь разминуться с возлюбленной, не узнать ее. Она стройная и высока, всегда надменна и сурова. Я каждый день издалека следил за ней на все готовый. Я знал часы, когда сойдет она, и с нею отблеск шаткий, и, как злодей за поворот, бежал за ней, играя в прятки. Первое стихотворение сборника символично. Жизнь медленная шла, как старая гадалка. В них есть благоговейная, торжественно-молитвенная интонация, ожидание чуда, появление прекрасной дамы в мерцании красных лампад. А в конце книги уже можно встретить реалистичные моменты. «Я любил твое белое платье, утонченность души разлюбив». В поздних стихотворениях появляется новый мотив – погибшая любовь, расставание, невозвратность и невосполнимость жизненной утраты. Несмотря на то, что это одна из первых книг поэта, его стихи обладают почерком зрелого мастера. Вторая книга называется «Нечаянная радость» 1904-1908 года. Она состоит из сборников «Город», «Пузыри земли», «Снежная маска», «Фаина». Здесь поэт говорит о трудностях жизни, о страданиях, разлуках, смерти. И в то же время восхищается жизнью, принимает ее, называя прекрасной. Именно в сборник «Город» входит знаменитое стихотворение «Незнакомка». В нем автор будто преобразовывает свою прекрасную даму, придает ей абсолютно конкретные и реальные черты. Мы видим ее хрупкой, одетой в темную вуаль, она красива и таинственна. Благодаря «Незнакомке» наш лирический герой ненадолго отвлекается от грубой и тяжелой действительности. Она придает ему сил и вдохновение. И каждый вечер, в час назначенный, и лето только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка. И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованной и очарованную даль. Третья книга поэта 1907-1916 годы состоит из сборников «Страшный мир», «Возмездие», «Ямбы», «Кармен», «Родина». В ней уже звучат трагические мотивы. В этой же книге звучит и патриотическая тема, тема России, ее прошлого и будущего. Тема «Страшного мира» сквозная в творчестве блока этого периода. Она не только обличает буржуазную действительность, но и испытывает саму суть отдельного человека, живущего в нем. Страшный мир его губит, заставляет страдать, превращает в тлен. Темные силы этого мира настолько сильны, что в них попадает и лирический герой блока, поэтому душа его трагически переживает состояние собственной греховности, смертельной усталости, безверия и опустошения. Миры летят, года летят, пустая. Вселенная глядит на нас мраком глаз, а ты, душа усталая, глухая, о счастье твердишь, который раз. В этом этапе творчества мы не увидим возвышенной любви, как в стихах о прекрасной даме. В стихотворении «В ресторане» и вовсе поэт говорит о неспособности человека любить. Вся безысходность этого мира описана и в знаменитых строчках. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Здесь создается ощущение замкнутости, повторяемости, отсутствия радости жизни. Аптека, улица, фонарь. Логически не связанные между собой слова. Ничего не изменится, даже если прожить еще хоть четверть века. Таким образом, мы видим трансформацию лирики Блока на протяжении жизни поэта.